приветствую с вами Михаил Лемах и возобновляются еженедельные обзоры по основным финансовым рынкам Wall Street Online начнем с экономического календаря на следующей неделе по неделе будет в Канаде в США день труда праздник соответственно биржу не будут работать и такая большая часть крупных участников рынка будет отсутствовать так что в понедельник можно себе даже торговый выходной сделать в этот же понедельник отчитывается по индексу деловой активности Китай и производственном секторе и Германии также с ними еще и Британия отчитывается вторник 4 сентября решение подписанной ставки Австралия и планируют оставить полтора процента как и предыдущий в целом как бы это прогноз аналитиков будем ждать в четверг в 7.30 как раз перед за пару часов перед открытием российской биржи будьте внимательнее еще читается по индексу деловой активности в Германии и ой не Германия Британия и США в среду ВВП по Австралии и процентная ставка по Канаде тоже очень очень внимательно полтора процента у них сейчас и аналитики думаю что ставят на том же уровне в принципе обычно изменения осенью в летом не 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 так часто можно встретить сильные экономические изменения в крупных странах в четверг США отчитывается по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе и по запасам сырой нефти в 18.001 отчет в 15.15 по безработным в 18.00 по запасам сырой нефти и в пятницу изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август США отчитывается в 15.30 уровень безработицы и также изменение занятости в Канаде в 15.30 то есть три таких отчетов в одно время и индекс злоггинности в Канаде ну если так пробежаться то можно заметить что Канада отчитывается очень много и Австралия частично Британия и один или два отчета по Германии вроде один так что отметим дни такие как понедельник это праздник очень много крупных участников не будет двигать цену то есть цена может ну день не ожидается без особой динамики хотя может все что угодно произойти вторник процентная ставка по Австралии и в среду то есть вторник среда две процентные ставки в четверг у нас получается спас сырой нефти в довесок и в пятницу в целом безработица по США в общем почти все дни кроме понедельника будет достаточно напряженный ну не то чтобы напряженный но будьте аккуратны так вроде бы по США вроде бы по США все или нет сейчас скажу точно да market closed зашел на официальную информацию будет ли рынки закрыты да market closed и employment в пятницу но это уже озвучили и так перейдем к обзору так как две недельки был небольшой перерыв начнем с РТС просмотрим на дневном таймфрейме основные рынки РТС Сбербанк Газпром нефть одну вторую СНП и рубль и так вы видите сейчас индекс РТС с начала контракта немножко дальше взял по датам где я думаю здесь видно сразу по объемам что по открытому интересу там начинается все с 21 итак возьмем ядро отметим ну официально как бы этот диапазон ну такие же фактически по мощности есть и у сто седьмой сто восьмой отметки в принципе не сильно отстает сто семь восемьсот по сто восемь пятьсот так и сто шесть восемьсот пятьдесят по сто пять восемьсот здесь мы будем надеяться все-таки формируется поддержка в WP в районе сто восьмой сто восьмой двести и стоит отметить немаловажный уровень это вот эти промежуточные продажи давайте возьмем кастомизированный профиль я вам покажу вот таким образом мы сейчас превратим кусок исторической котировочки в более менее внятную гистограмму и включаем дельту вот обратите внимание если присмотреться внимательно здесь очень плотненько были селеры здесь очень объемненько были селеры здесь практически весь коридор тоже на продажах собственно это вот я бы отметил вот этот диапазон в первую очередь и контрольный проверочный вот этот уровень так давайте их зафиксируем 110 250 по 111 300 это плотненький и в районе 109 500 109 не 500 а более точно если взять вот этот уровень мы его отметим как одну цену но вот плотненький в диапазон непосредственно сопротивление важно очень пройти итак давайте отключу пока дельту и мы посмотрим с вами что происходит с открытым интересом за всю неделю с 27 по 3 дня были с приростом позиций с количеством открытых позиций выросло до 384 далее смотрим по дельте срез ну и 3 дня были с дельтой выше 20 15 и выше 15 тысяч три дня было по шортам у нас минус 6 и минус 13 в общем не так густо собственно катировочка на максимуме недели осталось и в целом вот этот диапазон пятницы который очень очень плотненько зафиксирован возьмите как уровень поддержки здесь мы сейчас на 15 минутном таймфрейме более точно выделим здесь если присмотреться четыре дня просто в одном коридоре формировали дельту и плотно-плотно по покупкам 108 300 по 108 600 если цена будет очень неплохо поддерживаться до этой до этого диапазона вполне есть надежды на пробитие 109 500 и шагнём до первого уровня сопротивления 110 250 111 300 давайте посмотрим этот момент на 15 минутном таймфрейме итак для стабильного роста как видите идут вот такие периоды для шортов день за днём ждут шорты соответственно здесь как бы пока чередуется активность но я думаю это по большей степени перед первым сентября небольшая растерянность участников рынка итак вот наш недельный график как видите выше 108 200 секундочку итак вот наша неделя по индексу ортез 28 нижний кистограмм по объему срез и у нас такая активная была 30 числа торговли намного больше ликвидности вложили чем 29 давайте посмотрим по открытому интересу итак все-таки все-таки вкладывались и размещали 31 неплохо плотно прям с открытия до тех клиринга потом побоялись и повторно уже с америка немножко шагнули а так в целом все что в понедельник набросали скинули до среды соответственно выбросили селлеров и потом на вечерочке кто-то подкупился и с 31 дали немножко огня чтобы толкнуть на север соответственно 107 200 107 380 заслуженно получает маркировку потенциально хорошей поддержки здесь и понедельник старался и вторник и среда и четверг там были в общем коридор достаточно четко просматривается и даже суммарно за неделю идет неплохой здесь у нас открывали позиции по большей степени в этом массиве поэтому он очень хорошо подходит для тестирования и потом у нас идет заслуженно 108 260 по 108 600 с копейками сейчас появится тут 620 здесь смело можно пробовать подыскивать поддержку ну в целом если по сценарию если уходят ниже этого диапазона то с этим осторожненько самое главное чтобы так не у нас тут небольшое сопротивление уровень самое интересное что выше там тоже покупки как бы и здесь очень стремительно рвали на 110 вот и два раза их отбросили обратно в общем третья попытка уже под конец недели ну в целом она была уверенная по позициям открывались открывались люди по дневной коммунитивной дельте у нас ну тут и по котировке видно в целом как бы 31 число неплохо по динамике неплохо по набору покупок и массив 108 стоит также взять во внимание с этим импульсом достаточно мощным вот соответственно он плавно перетекает на 108 260 108 600 поэтому поставим здесь отметку и будем иметь ввиду что комбинированный уровень тут достаточно с ядром совпадает неплохо так по третьим мы посмотрели да идем дальше сбербанк а вот сбербанк я бы хотел показать на недельном таймфрейме за несколько лет за два года вернее сейчас скажу точно с третьего ну год от этого дня и до 3 сентября как поет Михаил Шифутинский и снова 3 сентября так уже отмечены диапазоны важные непосредственно обратить внимание насколько ключевой уровень сейчас по сберу здесь гистограмма по объему давайте ее рассмотрим и так аварийные вбросы по сбербанку достигают за неделю 70-40-90 миллионов попытки здесь тормознуть снижение 53 миллиона ничем похоже не закончились 43 миллиона тоже не особо помогли но они то и не были на покупку потому что здесь методично 3,8 миллиона дельты на шорт вбухивает кто-то по сбербанку здесь 3,6 вот они стартанули с 276 268 272 как раз 3,6 и тут тоже 3,8 3,8 одна этаж дельта собственно все в дни с 15 0,7 все недели вернее sorry по текущей были ну по крайней мере хотя бы текущей неделе немножко по дельте не такая агрессивная а предыдущая была 3,8 миллиона то есть осторожнее в принципе накаляется активность по дельте очень часто это может быть предвестником реверсивной модели и ну вот как раз хорошим маячком что у нас было достигнуто одно это примерно вот такие выбросы идентичные по дельте по 3,9 миллиона по 4 сразу же пуля на север уходит с минимума и самое главное чтобы это еще была подпитка с объемом то есть вот здесь 48 миллионечков бросили и потом чуть-чуть угас огонь вот они в принципе по динамикам тормознули здесь немножко здесь же идет 52,43 то есть в принципе пробуют не ниже 180 пустите это очень такой железобетонный уровень если давайте возьмем 2016 год 5 сентября уровень очень часто удерживали ну и он играл ключевой в целом там я по нефти еще покажу моменты будет понятно почему по индексу вполне могут чуть-чуть шагнуть на север ну посмотрим как откроется следующий ну не предстоящей недели так это с 2016 сентября ликвидность которая была на 90 миллионов вот на шортах ну прям рекордсмены и под 40 миллионов оборот за неделю буквально вот одна неделя была до этих дней а здесь прямо месяц целый идет на хороших таких оборотах то есть пытаются тормозить этот 180 уровень тут был когда-то максимум они его пробили и вот пробуют не пустить ниже собственно вернемся к уровням если брать уже с 2016 года у нас получается 160 и в целом аж до 175 как видите практически все брошено покупками 100 151 по 155 точно не селлеры размещались ну и 160 широкий коридор мы возьмем по 175 с промежутками вот здесь 171 немножко там бодались перед пробитием но в целом коридор достаточно широкий вот они к нему пришли и тут уже вопрос как долго будет размещение или возможно будет размещение еще ниже но как ну если понаблюдать за динамикой она немножко притормаживают снижение хоть периодически идут такие импульсивные сбросы ликвидность поднялась и я думаю что в сентябре еще больше ликвидности будет если нефтьюшка пойдет еще на 70 хотя бы на пару месяцев будет в принципе отличным поводом для затарки сбербанком газпром в общем плита достаточно объемная у нас 160 даже 155 по 175 тут очень много глубинности потом идет промежуточная после пробития 180 вот этот локейшн 180 1096 и идет такая плитушка 220 227 непосредственно вот эта формация и некоторым трейдерам кажется голова и плечи разворотная модель на сбербанке но в целом это субъективно есть непосредственно точечные даже не точные тяжело назвать недельным диапазоном точечные брыз вбросы объема но то что 3 недели предыдущие очень на хороших оборотах идут и очень концентрировано плотно на это точно стоит обратить внимание если же все таки будут уходить на север то как минимум ближайшее плотное сопротивление это 218 по 227 очень плотный коридор вот здесь месяц тоже они подались до этого еще были моменты я отмечу диапазон вы уже корректируете свои стратегии свои таргеты и после подъема с 180 у нас есть вот этот коридорчик 189 по 193 тоже коридор с шортами двухсотка не сильно тут буквально точечные потом 209 210 208 это вторичная по мощности второго ранга вот здесь 208 210 более прочный уровень а вот 218 225 это вот очень 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 внимательно нужно проследить и потом с 235 по 260 с копейками уровень там все практически вот здесь шарты вот поэтому либо здесь они начнут четко разворачивать ну минимум там еще 165 край 170 либо уже тогда на 150 будут их останавливать но это будет жесток конечно в общем два года назад мы были на 130 140 уровнях принципе недалеко от этого момент такой решающий ну сподхватились видите они уже так пару месяцев мучаются но обращают внимание газпромушка 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 за это лето обратите внимание дельта с 24 числа не успокаивается на покупку не успокаивается даже вот 31 число закрывалось на небольшой дельте но на бай собственно важный уровень 149 150 накануне на этой неделе будет будем наблюдать как они закрепятся не закрепятся 668 тонн кто-то оставил аккуратненько по объемам давайте посмотрим что же там за борьба была ну в целом 387 тонн со стороны соляровкой 280 активисты на покупку и так по газпрому газпрому такой достаточно разбросан коридор но концентрация за этот квартал летний период по большей степени 137 заслуживает по 138 с половиной здесь и ядро и важный уровень поддержки здесь набрали немало давайте по объему покажу вот набрали еще с 11 там не 11 а в июне еще потом слабенько но подбирали уже в большей степени не отпечатался объем 31 числа 30 июля и затем у нас идут киев по ценам точечные прострелы с очень крупной алипидностью уже такого плотного диапазонного аукциона нет но стоит отметить 144 с половиной по до 145 с половиной этот коридор плотненько оставили объемы непосредственно участие вот этого массива с ликвидностью неплохо там прошлись и уже добрасывали давайте возьмем до 146 так будет честно тут все на покупку в целом хорошая рядом цена еще 146 с половиной тут на этой неделе 3 дня проскакивает хороший обороте и цене как видите за пределами важного коридора по дельте я вам показывал тут раз два три четыре с 24 числа 4 подряд дня были в принципе на неплохой дельте ну 200-300 рубль так так по объему смотрим по ликвидности это первая часть до августа обороты отпуска все отдыхают лето теплые дни и вот 8 августа пройдена отметка 64 так нелепо ну может быть и не так уж и нелепо но ядро отметим 63 700 по 63 900 здесь у нас плотный коридор несомненно заслуживают внимания и локейшн на поддержку у нас 63 0 0 копеек ну в целом можно захватить этот диапазон 62 600 вот здесь два массива я объединил вот эти активные участки то есть первая половина диапазона более свежее вот эти две отработки а 62 600 62 800 больше касается уже более поздних уровней поддержки поэтому в первую очередь 63 62 800 надежда по дальнейшим диапазонам у нас получается рассыпали объемы аж до 65 500 поставлю отметку чтобы вы знали вот так вот он не рассыпают это все дело ликвидность стояла раз два три четыре пять шесть семь семь топа вот таких торговых сессий ну и супер волатильных кто покупал юзди рубль накануне неплохо в принципе заработал я думаю 4 и 7 миллиона оборот рекордсмен 3 23 числа и неделька прошла ровненько как справочники очень ровненько идет ликвидность давайте посмотрим по дельте вернее не по дельте а по открытому интересу пик пик открытых позиций давайте сейчас более так точно по честному пришелся на 14 августа и это в принципе был даже не пик по цене ну вот откат первый пошел все с того момента начали всю неделю крыть вот это выходит соответственно там уже как бы покупки ждать не так быстро будут два дня подбросили 23 22 и 30 31 не нельзя сказать что это супер там какой-то вброс кэша просто чуть чуть больше чем среду и вторник в целом там 1 и 7 против 2 и 3 2 и 2 на пике то есть это рабочая собственно рабочий уровень открытого интереса и каких-то аномальных вливаний там пока нет плита которая сформировалась очень быстро очень быстро по сравнению с предыдущим периодом она заслуживает внимание и здесь первая часть это вот этот плотный ледокол 67 по 60 почти 700 и вторая часть это даже если присмотреться вы видите тут такой между ними идет граница 67 900 ну 940 можно даже сопротивление немножко отметить и я бы взял до 68 300 тут плотно по дельте и тут как раз и на этой неделе подбрасывали и на той в общем свежий свежий уровень цена пока ниже данного диапазона и WP у нас буквально вот у нас 66 900 уходит ниже WP держать покупки уже будет не актуально хоть долгосрочно может еще вальнуть наверх но на неделе если будет в понедельник уходить ниже лучше зафиксировать основную часть позиции шортами давайте посмотрим выходили в основном из этих всех покупок и посмотрим как они там вышли с 23 числа одни шорты идут по рублю смотрим на спорте 24 числа даже шорты были накануне у нас были шорты 16 числа и вот эти два уровня фактически два диапазона этих дней будут ключевыми цена пока вот как раз в диапазоне этого торгового дня давайте посмотрим по ликвидности ну этой неделе немножко филонило перед первым сентября люди собирались кстати у кого есть детки и они пошли в школу хорошего им учебного года хороших отметок чтобы вас радовали и набирали знаний по ликвидности так тихонько было вот прошлой неделе было достаточно так бурно проходила активность но по дельте у нас буквально вот два дня которые перешли черту нулевой дельты хоть немножко но на шорты ушли шестнадцатого и двадцать четвертого числа стоит отметить куда-то уровень здесь очень так плотненько повторили три раза шестьдесят восемь тридцать копеек шестьдесят восемь тридцать пять нас потиусе вот причем с таким достаточно большим разбросом по датам тринадцатый август а потом повторили за второго и в общем пока удерживайте неделю это удержали пятницу даже добросили немножко но видите вот здесь очень сильная плотная аккумуляция тут по дельте в принципе видно и без точечных фильтров шестьдесят 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 двадцать пять даже этот коридорчик еще может себя проявить поэтому если вы в шортах очень внимательно присмотритесь чтобы этот уровень все-таки был пройден ну а дальше уже идет витабл и пи три шестерочки как любят америкосы обожают они такие уровни в общем за три шестерки в нем будет все хорошо так евро за лето и так по евро обратите внимание во-первых по объемам почти вот с этой недели вот тринадцатого числа тут три дня ровненько по ликвидности тут три дня ровненько по ликвидности единственное небольшое различие это во второй половине недели был ровненький ровненький уровень то есть три дня подряд с одинаковым торговым оборотом за день суммарно значит сопротивление она же плита ставим 1.18 здесь месяц просто не пускали выше и ядро которое вобрало в себя всю агрессивность продавцов плотно то есть на девяносто восемь процентов наверное ядро состоит из шортов на этой неделе пробовали сломить и пока не получилось значит мы фиксируем как ядро но вы поставите отметку что ну в принципе тут все на шортах пока откатились в WP буквально на носу 156 155 и по открытому интересу у нас идет потихонечку сдувается сентябрьский контракт напомню те кто недавно тоже вернулись из отдыха либо же собирается на него и уже не думают о рынке а больше о поездках буквально до 21 числа три недельки осталось в этой последней неделе вообще выбрасывается из торговли вот эти последние две с вопросом то есть если там будут какие-то ключевые отчеты либо события экономические еще можно запрыгнуть в поезд но лучше конечно открываться на декабрьском контракте который вот-вот на носу придет три недели пробегут быстро ну с 17 числа точно уже на новом контракте нужно работать на СНП уже будем торговать с 10 по 14 на декабрьском контракте там уже в принципе активность начинается ну вот буквально вот эта следующая неделя еще можно сентябрь немножко поковырять а там потом уже на декабрьский прыгаем и так открытый интерес скатывается в небытие и вот такая активность по неделе все пять торговых дней жесткие шорты причем шорты эти явно сфиксируются побыстрее тут очень плотно выходили явно ребята 114 простояли до 118 и отлично похвально и массово видимо выходят потому что конец контракта на носу и судя по всему 118 это уже предел мечтаний WP буквально рядом и по площадке на поддержку это 114 прям до 115 ровненько запаковали под этим вы сами видите так что долгосрочки среднесрочки это вот ближайший уровень который можно будет попробовать пощупать в качестве саппорта и идем дальше фунтец так на фунте у нас 1,3 по 3,2 30,20 ядро данного контракта в аккурат и немаловажный уровень также буквально рядом находится это 30,27 берем его в качестве сопротивления по 30,37 здесь двухнедельная плита здесь пару недель еще недель как минимум в общем достаточно популярный диапазон и очень потребованный поддержка которая у нас так секундочку мы не весь коридор взяли вот я думаю что это не то с этим фунтом так это был недельный диапазон а вот по контракту весь коридор вот этот берем в качестве ядра весь этот коридор у нас отличился сейчас мы еще недельку вернемся по саппорту 27,40 по 28,50 весь коридор просто железнобетон за вот этот период усеяли покупками в принципе они видите на этой неделе даже продолжались до 29 числа потом пошел небольшой сброс такой остановились на 1,3 и с первого числа покупки при падающей пятнице представляете ну пятница идет на шорт а по дельте идут покупки то есть суммарно поэтому 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 четверг вот весь коридор практически на дельте на продажу котировка в этот торговый день особо не просела вот пятница даже чем ниже чем больше покупать как видите соответственно 295 а тут уровень поддержки если отсюда в понедельник вторник будут хорошенько удерживать 299 еще можно взять тоже location отличился могут продолжить этот тернистый путь 32 и целом как бы тут по сопротивлением даже ну вот этот диапазон это проторгованный как раз за четверок ликвидность и 331.40 это ближайшему уровню и то они на поддержку фактически весь коридор на саппорте как раз вот аккумулируется концентрация просто объемов на бай по открытому интересно посмотрим так ли это действительно три дня набирали ну нельзя сказать что прямо рекордная прирост по позиции но по крайней мере не фиксировали фиксировали только вот 30 числа 243 и пятницу ни туда ни сюда ну тренд задан пусть постараются три недели или четыре его выстраивали видите обратите внимание как выстраивается разворотная точка а это все началось отсюда то есть вот три недели они шли на шорт и тут цена покупок ведь то есть есть такие участники рынка которые могут три недели покупать падающую валюту в целом тут больше нечего добавить вернемся на пятнашку завершим здесь отбор уровней панель плюс вторник двадцать восемь семьдесят девять это по двадцать девять десять широкий коридор но в целом тут как бы буквально пару цен было с шортами а то есть в принципе плотненькая результат этой плотной активности байеров мы видим уже с вами среду ой не в среду а вторник выстрелов и удерживали удерживали два дня спокойно котировку она не падала ну вот в пятницу немножко откорректировались и то на покупках напомню что раз здесь вот если брать дей коммунитивную дельту обратить внимание что падающая ситуация тенденция внутренняя а покупки только увеличиваются поэтому вот 29.60 вот этот массивчик на покупках как отправная точка может быть есть еще доп сценарий это сбросят еще вот этих ребят в панельниках там 29.45 может даже протестить 29.40 потом только выдует на бай ну в общем ухо востро и я вас предупредил вы теперь знаете что может быть такой сценарий очень неплохо выстраивается и WP как раз решающий момент и в принципе если будут удерживать то я думаю потянутся еще покупатели и тогда уже ну удерживали два дня удерживали на максимуме недели и в принципе в пятницу так прогнозируемо сбрасывают ребят которые там пытались покупать индекс доллара потому что мне не простят если я его не возьму после такого перерыва и так индекс доллара у нас за это лето был был на 90 почти 7 с 93 и вся аккумуляция весь аукцион вся топовая ликвидность осталась на 94.3 по 95.15 часть из этого объема у нас на покупках частично более размыты активности по поддержке это 93.5 93.85 стартовали оттуда уже и по сопротивлению этот 96 плотненько вот эти неделька полторы можно взять до 96 нет вот здесь 96.35 все это сопротивление по индексу доллара и я еще отмечу вот этот коридорчик из свежих который так спекулятивно можно маркер поставить это вот прошлая неделя не это которая закончилась а до этого 95.35 чисто такой свежий уровень который как видите такими дельтами по 2.3 вбрасывали на той неделе и так тоже открытый интерес немножко приуныл и у нас видите 30 и 31 проснулись спящие летние участники рынка по поддержке на этой неделе брали по низам как видите все что можно было всех селлеров возможно выбрасывают по стопорям посмотрим ну в принципе покупки идут два дня и как раз на приросте открытому интересу и дельта здесь даже если не ошибаюсь рекордная за этот контракт да по открытому интересу в пятницу была рекордная дельта на боку сейчас немножко придет себе платформа потому что она ну похоже дельта была бы 2.6 и 2.5 да значит тут еще три дня росли тут на пробитие шли 95 30 30 на 7 2.7 да вторая я немножко ошибся тут 2.6 тут 2.5 почти ну в целом аккумулируется вот покупка на максимуме пятницы вполне вполне при растущем интересе почему бы и нет сопротивление я отметил будьте аккуратны внимательны две процентные ставки на следующей неделе Австралия и Канада безработица по США и понедельник еще и маркетклоз американский так а вот теперь наступает время нефти многие ждали я вроде подготовил нефть отдельно где-то там нет это не ну вот сейчас сейчас значит дата 1 15 0 3 5 0 3 это март с марта по текущий период собственно два квартала CL нижний кистограмм открытый интерес плюс дельта итак давайте отдельно посмотрим открытый интерес объем дельту и чуть светлее сделаю чтобы вам было точно видно так итак смотрим дельту поменяем обратить внимание что за два квартала плотная на прирост по открытому интересу часть торговых дней подряд это вот в конце марта этого года еще три было подряд на приросте торговой сессии в апреле в мае а теперь смотрите какая плотность идет с 19 0 8 августа по текущий тридцатый день практически там один день или два было перерыв все открывает позиции открывает видите да то есть такая активность последние полгода очень не часто наблюдается по ликвидности у нас идет не такой уж активный период но в целом летом это прощается вот обратите внимание как весна работала чуть ликвиднее лето когда отопление не надо больше вот осенью снова ликвидность поднимется спрос увеличится и смотрим по оборотам то есть по дельте вот как у нас покупают ребята то есть три дня подряд покупка может быть ну не более четыре вот я нашел один раз было четыре таких хороших тоже 4 потом утихли здесь периодически но в целом как бы не топовая но есть активность как видите по динамике тоже не очень сильно ну 65 долларов за баррель толкнуть на 75 это еще нужно быть крепким оришком ну в целом как бы открытый интерес проскакивает с интересом открывает позиции пока идут более-менее покупки на этой неделе из пяти сессий три было на бай вот и давайте посмотрим двадцать восьмое двадцать девятая тридцатая по этой неделе у нас сидишь пять прикупили немножко на 68 35 два дня и пробивает максимум прошлой недели и очень хорошо закрепились на два дня поэтому обратите на это внимание после такого подвига два дня стоят спокойно на максимуме за две недели у ключевого уровня 70 с копейками с такими малыми оборотами но с очень огромным интересом в общем уровне есть возьмите на заметку и вот тут просто озеро шертов 70 с половиной по 71 желающих там зашерстить я думаю предостаточно появится на следующей неделе цена на баррель нефти не такая уж дешевая следующий такой разлив нефти у нас будет так если плотно брать 73,45 вот это там крапельки соответственно бренд давайте оценим кайтам активность отчасти же такие активные байера могут потихонечку все-таки достать до 75 соответственно ртс готовится к небольшому росту в сентябре это в принципе не помешает и так бренд немножко активность более успокоилась то есть нет нет таких плотных по открытию позиций диапазонов по ликвидности у нас такие вот достают из пепла участники рынка не ликвидные ну просто из самого минимального оборота вышли более-менее на 139 при 300 тоннах оборот в общем слабенькая неделя по дельте ну в целом выполнила свою сдачу из 75 до 78 даже до топла по дельте все было на шортах все было на шортах тут 78 уровень важный ну и плита тут куда ни посмотри везде очень плотный коридор вот 72 50 и по 75 можно так округлить это самая основная плита с марта самая плотная торговая массивность не тот цвет сейчас потом идет естественно у 77 76 отметки вот у нас 77 по 78 даже не 78 78 с копейками 77 85 это ребята которые останавливали вот сейчас пока отреагировали но цена не сильно испугалась буквально чуть-чуть коррекция после такого по шортам дня более-менее терпимо WP правда на 73 с половиной далековато могут все-таки закорректиться хотя бы на 75 45 но идут потихонечку топают это уже хорошо так S&P 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 итак тепловоз который мчится на север просто не имея преград ступень за ступенью пробивает себе путь нас на 3000 отметку трамп делает все чтобы это произошло и эта неделька немножко утихомилилась хоть покупки были по дельте но жажда новых цен сейчас не многие представляют там за две недели до экспирации дальше атаковать максимум вполне может быть так как открытый интерес к видите немножко прибавился четыре дня подряд по дельте и непосредственно последний день когда был прирост и пошли сразу сбрасывать сбросили не критично то есть вполне могут еще даже удержать цену в рамках этой недели если будут коррекции видовую пивов на секундочку 20 86 но мысли о том что скорая экспирация и мы сейчас на самом топе за контракт я думаю будут мучить многих участников и многие будут задумываться к минимуму хотя бы сбросить частично плотно идут по покупкам с 16 числа вот как раз этот участок они пробежали вот пошли первые сбросы если на следующей неделе ну плюс перед праздником если в понедельник праздник то там обязательно сбрасывают посмотрим как после праздника отчнется Америка ну если не ниже 28.70 я думаю что еще попадаются потому что покупки идут с открытием позиции прямо на максимуме в общем давайте отметим ядро этой недели оно здесь 28.98 15 тонн дельта по одной цене током и так здесь смело берем 28.97.5 по 29.02 и и и еще диапазон вот этот 29.09 ликвидный дельта дельта у нас сопротивление дельта вот этот уровень сопротивления еще под вопросом тут прям цена не находится толком не смогли ничего сделать а пятнашка на поддержку здесь как бы сейчас мы посмотрим да вот 37 31 потом десятка 25 бросили 18 вернее ну плотненько вот здесь ребята поработали постарались в этот коридор возьмите на поддержку на следующей неделе если в этот диапазон будет 29 удерживаться есть значит кому удерживать но опять же помните что две недели осталось смп переходит рано на новый контракт 12 и 13 числа может перейти у нас получается эта неделя и уже вот 17 числа будет новый контракт ну явно вот это период сбросов поэтому последние две недели я не торгую обычно идут сбросы позиции там особо никакой логики движения котировки найти ну трудно вы думаете что это вброс вот покупают или продают на самом деле просто сбрасывать позиции объемно это отражается на гистограмме а за этим уровнем ничего не никто не стоит все на сегодня все спасибо что посмотрели запись в пятницу был небольшой технический трабл поэтому пришлось делать запись уже в субботу до новых встреч до следующей пятницы в хороших выходных с первым сентября и до встречи пока 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 не